До 80 проверок в неделю. Ежедневно межведомственная комиссия с участием сотрудников профильного департамента, представителей перевозчиков, сотрудников полиции и добровольной народной дружины контролирует, соблюдают ли пассажиры масочный режим в городском транспорте. В ходе проверки самарцам разъясняют, что поездка без средств защиты органов дыхания невозможна. Те граждане, которые понимают, что без маски продолжать поездку нельзя, они выходят добровольно. Многие из них тут же эту маску покупают и продолжают поездку на следующем автобусе. Те же, кто злостно сопротивляется введенному масочному режиму, на них составляются протоколы. Те меры, которые введены, их следует соблюдать во имя своего здоровья и здоровья окружающих. О здоровье самарцев заботятся и перевозчики. Весь транспорт перед выходом на линию моют и дезинфицируют. С персоналом проводится регулярный инструктаж. Водители и кондуктора во время работы обязаны использовать средства защиты. О нарушениях пассажиры могут сообщить по телефону или в социальных сетях. Кроме того, на линии работают контрольно-ревизионные бригады, которые проверяют не только безбилетников, но и следят за соблюдением масочного режима. Мы проводим очистку всего подвижного состава после зимы. Очищаем от песка, от трудных загрязнений. Ну и, собственно говоря, после этого мы проводим обработку. Санитарную обработку подвижного состава. Мы обрабатываем специальной жидкостью, которая одобрена Роспотребнадзором. Лидия Гуськова всегда надевает маску в общественном транспорте. Говорит, безопасность здоровья для нее превыше всего. Я болела в 2020 году. Я знаю, что это такое. Что это за болячка. Поэтому я хожу в маске. Хоть я и привитая, но я все равно хожу в маске. За прошедшую неделю в отношении 61 человека сотрудники полиции составили административные материалы. С начала года в суды направлено уже более 900, а с начала пандемии почти 2000. Нарушителям грозит наказание до 30 тысяч рублей. Для рецидивистов размер штрафа достигает 50 тысяч. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Магомедов, Николай Сидоров.